Пока там Надя мультики смотрит, без мультиков никуда. Вот, поэтому я готовлю уже суп-пюре. И вот из кабачков он там что-то поменьше крутил. И делаю нам с Надей вот такие, не знаю как это, лавашики, сыр. Мне вот Алдис сейчас больше нравится магазин, чем Лидл, не знаю почему. Вот, ну поменяется все, это у меня. И взяла, смотрите, вот такую вот колбаса вареная, ну типа нашей докторской. Мы вчера были, заходили в китайский, в котором продают румынскую продукцию. И там вот тоже докторская колбаса. Вкусная, ничего не хочу сказать, но мясо там 56%. Но она не такая вкусная, как вот эта. Я посмотрела, здесь 86% мяса. И теперь я понимаю, почему она не такая вкусная. Да, да. А по цене даже эта дешевле, в Алде. Вот, поэтому я... Смотрите. Чарли наверху бежал. Кто-то ко мне тут пришел. Мультики я включила, смотрите. Ага. Да. Будет она мультики смотреть. Сейчас. Когда мамка тут что-то делает. Сейчас еще вам покажу перестановку, какую я сделала. Обалдеете. Сейчас, Надь, сделаю. Нам-ням-ням. Я с утра уже встала, опять перестановку сделала. А, и вот смотрите. Вот эти пряники купила. Они что-то трещин-то стоят. Но они такие, чтобы она не на балкон ушла. Знаете, имбирные. Мне такие не нравятся. А вчера взяла еще в этом же китайском. Вот такие с вишней. Прям там целая вишенка. Вкуснятина. Рубль девяносто. Это уже дешевле, чем в этом, в русском. И взяла вот такой сироп специально, чтобы с сифоном делать. Получается такая газировка. Тоже очень вкусно. Все, сейчас пойдем ням-ням и все. Ням-ням, пойдем. Ням-ням. Ням-ням, пойдем. Сейчас маму быстренько нам тут забацает. Каши ей делаю, а она их не любит. Ну как, она день любит, день не любит. Короче, я вот покупаю ей кашу, упаковку. И, наверное, половина ее выбрасывает. Потому что там каждый день делаю, а она ее не ест. Так, а себе кофе. Чашку кофе. Мне Татьяна вчера помидоров принесла. Кофе вот такой. Крышка, естественно, сломалась у меня. Помидоры принесла. И надо мне с ними пожарить их, сделать а-ля кетчуп. Ой, я вчера еще... Таня, подруга, она... У нее канал Дзен, но она говорит так, его ведет, не ведет. Сейчас, пойдем, сейчас. А я как-то заводила этот канал Дзен, но он мне не пошел. Ну и вчера... Так, надо убавить мощность. Вчера опять скачала, опять завела. Зачем? Да пусть будет. Чашку кофею. Я тебе бозрящего налью. Она, знаете, вчера купила ей слойку такой вот, с сыром, с этим, с мясом. Она ее не ела, мяско выковырила. А-а-а-а. А-а-а-а. И все. Все. Ну, иди мультики посмотри, дочь. Ну, мультики посмотри. Все дети как дети, мультики смотрят. Чтобы ничего не греется ей не поймёт. Чарли, как Чарльз делает? Как Чарльз делает? Аф, аф, да? Аф, аф. Собачки у нее. Аф, аф. Я еще заказала сандалики ей на винтет. Чего, дочь? Сейчас пойдем. Куда, блин, крышка дома бы наеделась от кофе. Муж потерял. Мы постоянно все теряем. Сандалики пришли. Надо забрать сандалики. Они на пути к рынку. Посмотрим, хорошие, нехорошие. Потому что... Сейчас, сейчас. Чего ты мультики не смотришь? Вот, вот, знаете, я как жопой кручусь. Потому что я ногами не могу, а ногами сиди. Сидит, стоит. Сейчас сделаю нам ням-ня, пойдем. Эх. Хомаса вылетает. Да, сейчас пойдем. Так, этот надо сыр. А что, сыра нету такого? Плавленый сырок мне нравится добавлять в это. Добавлю такой. В крем-суп нравится мне добавлять плавленый сырок. Видимо, муж все сожрал. Пожиратель. О, ногу подняла. Под ногу мне... Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Сейчас пойдем ням-ням. Навряд ли она ей так будет. Стряпнем. Посмотрим. Сейчас. Я как всегда вещаю из своего переулка. Та-там. Я подстриглась. Думаю, что я всех стригу, все красивые. Мне надо тоже подстричься. И пока Надю ложила, быстренько себя хрым-хрым-хрым. Тоже подстригла. В садик иду. Мне там и будут экскурсию проводить. И заодно скажут, какие документы нужно привести, принести, для того, чтобы он мне вышел бесплатно. Вот. Так как мы бедные, то садик нам должен выйти бесплатно. Но для этого нужно собрать документы. Вот. Но это на сентябрь. Будут записывать все дела. Так. Что хотела сказать-то? Вообще у меня дома. Я там все перевернула квердом. Потом как-нибудь вам покажу. Но не как-нибудь. Завтра, наверное. Потому что сегодня уже вернемся поздно вечера. Вот. И засекло время. Сколько у меня идет на садик. В другом конце города. Но на машине недалеко. Потому что если мы пойдем не через город, а через верх там, то там быстро. Вот. Ну, а пешкарусом посмотреть, сколько у меня займет это времени. Я думаю, полчасика займет. Вот. Так что вот так. Такие планы у нас на сегодня. Нет. На сегодня еще планы зайти за молоком. Сходила. Сходила в школу. Это называется, кстати, школа. Детская школа. Вот. И это. Посмотрели. Нам все показали. Там наша родственница. Я говорю, вот который день рождения был. Я говорю, у нас здесь прима. Ну, типа двоюродная сестра. Она говорит, да, а кто я? Я говорю, вот, Валерия. Ой, хочешь? Мы, говорит, в один класс их света обеспечим. о приходу. Я говорю, да, конечно, хочу. И таким образом их могут забрать другие наши родственники, когда я вдруг не смогу или не захочу. Вот. Все равно за Валерией пойдут. Девочку заодно и Надю заберут. Сошли на горку. Там столько народу было. Здрасте. Надя самая маленькая. Вот. Все ее топчут. Короче, пальчик прищемели. Ну, судя по ее крикам. Потому что на пальце ничего нету. Но она была недовольна. И, в общем, сейчас время уже полвосьмого. Идем домой. Вот так вот. Сходила в Алди. Опять там кое-что купила. О, хлеб, сыр, молоко. В общем, так вот. Везу бумаги, которые нужно собрать в это. Мальчик, наверное, великий. Собрать к первому к первому апрелю бумаги собрать, отнести. Вот. И все. Чтобы в сентябре пойти в садик школы. Это школа. Так что идем домой. Сходила на рынок. Ничего не понравилось. Ничего не захотела купить. К лучшему. Представляете? Я сегодня утром заполняла бумаги. Ну, вот это вот в садик детский с Надей. Вот. И достала кошелек свой. Там всякие документы. Вот это вот ДНИ. Номер. Еще. Кошелек выложила из сумки. Чарли, Андаева. У Чарли свой маршрут. Он не любит этот парк, потому что раньше хлопал, и он еще помнит. И вот сейчас захожу в аптеку. У меня таблетки закончились от давления. И такая. Ищу. Ищу карточку, чтобы, ну, по которой у меня, где у меня рецепты. И понимаю, что кошелек-то я забыла. Блин. Говорю, ну ладно, все, у меня пошла. Извините. Хорошо, что я в магазине ничего, в магазине на рынке ничего не захотела. А то бы вообще. Болтушка стала. Что-то там болтает на своем. В общем, ну и естественно, все дороги идут в парк. Лягушки квакают. Что хотел сказать, еще забыла. А, я сегодня еще за рыбой иду. Рыбу опять за 5 евро вот эту купила. Время, конечно, там ее забирать с полвторого до 15 минут третьего. А Надя как раз с полвторого в два спит. Ну, не знаю, как-нибудь дам ей покушать. Может, в коляске, как она уснет, хрен его знает. Быстрее. Дома, в принципе, недалеко. Там 15 минут туда-обратно. Так что, я думаю, что им как-то сделаем. На завтра у нас будет рыба. Вот. Так-так. Влечет там никого нет. А, у нас, знаете, не понос так золотуха. Вот золотухи нету, зато вот первое есть у Чарли. Что-то обожрался. Хотя, вирус не может быть никакой, потому что он дома два дня у меня сидел безвылазно. Я вчера то с Танюхой туда-сюда ходила, а вечером... Почему вечером он не гулял, что со мной? А вечером... А, так вечером я же садик ходил. Вот. Он никуда не выходил. А позавчера? Позавчера тоже не подождите. А позавчера... в воскресенье он ходил, как мы на пляже были. Вру-вру-вру. Один день всего не ходил. Ну, короче, вот у него сегодня жидкий стул. что-то где-то хлопает. Да не, вроде в нормальном духе. Хвост трубой. Пойдем. Там вот убираются вроде бы как на площадке. О, ветерок хороший такой хоть обдувает, а то прям жарко. Уточки, да? Кря-кря-кря-кря. На площадке на площадке убираются, все так чистенько стало. Чарли мой, как всегда, там. Отдыхает, на травке загорает. Надя лезет там на горку. А я вот так вот просто стою и ничего не делаю. Надела сегодня вот эти, блин, мизинцы натерла. Чувствую. Хоть я и в носках таких капроновых. Ну, в общем, начинается, блин, натирание всех, всех этих. После зимы всегда такие ноги нежные, нежные, скажем так. Кстати, пока телефон у меня и я не занята. Смотрите, какие я, Надя, купила чебаты на Винтет, где я продаю и покупаю вещи, смотрите, совсем прям нулевые. Сандалики, поблоски. так, где она у меня там. Смотрите, какие классные. Я всегда выбираю обувь вот так по подошве. Если она не порчена, ничего, то можно покупать. Смотрите, на лето ей. Они даже немного большеватые будут, вот когда лето начнется. Но потом будет самый раз. Например, в июне там, вы знаете, сколько они стоили? 2 евро. 2 евро, ну там с учетом пересылки и все такое. Около 6 евро они мне вышли, но марка Павловский это очень дорогие. Дорогая обувь, она специально для детей. Мне кажется, вообще классной. Смотрите, прям новенькие, новенькие. Такие вещи, вот я просто залазю там, ночью выкладывают и их сразу расхватывают, потому что за 2 евро где-то вообще копейки, да, смотрите. Так что вот так вот сандалики в ней двое есть. Надо, конечно, ей еще одни купить поменьше размера, но это уже мерить надо, знаете. Так вот, такие вот у меня покупочки. Они мне, я продаю, деньги не вы, ну, не это, как их не перечисляю никуда, и на эти же деньги потом покупаю Наде что-то вот такое вот. То есть, можно сказать, бесплатно, да. ее шмотки продала, новые купила, потом так же я их продам. За 2 евро те же самые. А выслали мне вот в пакете в таком, что-то тут другое было, не в коробке от Амазона. Вот так вот. Нашла, нашла еще одно преимущество, то, что я с Надей на русском языке общаюсь. В Испании же нельзя с детьми, например, там, я тебе сейчас уши наберу, там, сейчас по жопе, да. Вот. Трактор. Девочки, не русская. А Надя-то я могу, например, сейчас ко мне это в рот пихает, и я ей говорю, я тебе сейчас по жопе дам. так вот. Да? А в Испании так нельзя бы говорить. А я смогу и по жопе дать, и уши надрать. Говорю, вот еще одни преимущества. Одни плюсы, короче. Завтра на обед у нас будут кальмары. Тут грамм 700. Мидии. Келечку засолю. Смотрите, какой свежачок. За 5 евро. Очень классно. Парковое животное. Белый свет, люди ходят. Тут вот мусорки, правда. Это она поближе к еде. Видите, да? Имеет право. Сейчас бы, как бы, не прыгнула она на меня. Обалдеть. Ну-ка, че? Все, всякая тварь по паре. Мы в парк, ой, в парк, в этот идем, в бассейн. На этой площадке еще ни разу не были. Но она для взрослых детишек. Я расстроена. Пошла, пошли у нас сегодня прививки, Наде было надо сделать. и осмотр 15 месяцев. Правда, ее уже смотрели 150 раз. Короче, она у меня не поправляется. Худышка. Не толстеет. Она ест мало очень. Две ложки и все. Не хочу. И не поправляется. Так вроде бы здоровая и все. Вот, блин. А я, я говорю, ну, будет, супер высокая. Будет худая и высокая. В модель ее отдам. Что делать? Как ей? Не будешь запихивать еду, правильно? Пойду в Макдональдс куплю гамбургер себе. Взяла себе самый дешевый гамбургер. Я о нем давно мечтала, чтобы была просто огурцы, там гамбургеры и булка вот эта вот. Сейчас буду лопать. Пришла, теперь буду заморачиваться насчет еды. Я и так заморачиваюсь насчет еды, Надя. Теперь еще больше буду заморачиваться. Ой, блин. Зашла в фруктовый магазин. Фрукты она более-менее ест. Клубнику купила. И арбуз. Это марокканские арбузы. Евро 70 килограмм. Ну, там лук и картошку. Вот. Сейчас буду ей готовить. Она кстати, смотрите, про готовку. Я тут на днях Наде сделала сосиски. Сама сосиски сделала. Очень вкусные, кстати, получились. в общем-то, сейчас. не рецепта, ничего такого нету. Просто сама овощи туда всякие добавила. Знаете, типа котлеты. Только более перемолотые. И вот я их в пленку целлофаново захерашила. И получились типа сардельки. Ну, я, короче, недолго думая, кстати, очень быстро пришло, заказала силиконовая вот такая мольда. Здесь микроволновки можно сделать. В этом, кстати, в шайтан-машине идеально входит. В шайтан-машине буду их делать. Вот. Надя играет. Сосисочки вот такие, видите, форма зашла за неделю. Не знаю, где-то здесь, наверное, была под боком, за углом. Гамбургер был фигня. Он какой-то, знаете, соленый был. И не вкус, который я помню из далекого прошлого. Вот. Буду сейчас делать ей эти горошек зеленый. Он ей нравится. Зеленый горошек с овощами, со всеми делами. посмотрим. Меня Надя, в общем, после прививки, как обычно, да, температура, все дела. Только если раньше это было в начале ночи, потому что прививку с утра делала, так как прививки делали вечером, то и температура и все такое у нее ближе к утру. В общем, в пять часов она начала плакать, ей дала ей бипрофен. И у нее, знаете, у меня у подруги тоже такой у нее ребенок два месяца старше. В общем, ножку ей болело, она в больницу ходила, сидела. И у Нади тоже, видимо, то место, куда ей делали прививку, оно болит. Раньше-то они не, как бы, им сделали, они не ворочаются, на ножку не опираются, ничего, и как бы все это проходило незаметно. А сейчас она и встает, и ползает, и в общем, у нее болит то место. И она все утро, вот это вот на сиськи, на сиськи, все утро. Ей хочется играть, в общем, я сидела, думала, никуда не пойду, а потом такая, блин, ну она лучше пускай в коляске сидит, и таким образом хоть куда-то посмотрит, вот, я пришла, и куда-то хоть пускай посмотрит, и это, какое-то ей будет развлечение. И в общем, думаю, пойду, похожу, посмотрю, куплю, может, в принципе, ничего не надо, но на всякие пожарные. А, хлеб сейчас возьму, ей дам. В общем, вот так вот вышли по нужде, скажем так.